Ребята, всем привет! Мы пишем уже третий дубль, потому что, да, мы запишем третий раз это видео полностью, потому что первый раз оказалось, что у меня фонит петличка микрофон на протяжении всего видео. Второй раз мы записали половину, и тут мне началось светить солнце в глаза, и как-то я не продала этому значение, а на компьютере мы уже увидели, что у меня просто вот здесь огромный засвет, поэтому третий раз мы занавесили шторы, погнали! Всем привет, и мы говорим сегодня о планировании времени. Я уже даже забыла, о чем мы говорили. Мы говорим о планировании времени, и полгода назад примерно, когда я еще знать не знала, что буду вот так сидеть как дурочка, записывать для вас эти видео, это супер забавно со стороны выглядит, но не суть. В общем, я смотрела видео на тему расписания. Многие советуют делать на бумаге записи расписание, и часто я делала так, и честно, мне не понравилось делать так абсолютно, потому что, по мне так, это трата времени именно вот прописывать таблицы или составлять свои календари, потому что, например, если вы студент или школьник или работаете по графику четкому, то, например, у меня с 8 до 5 вечера, ну с 8 утра до 5 вечера в этих таблицах будет университет, университет, университет и так далее. Поэтому я не вижу смысла в этом, и если вы студент или школьник, то абсолютно не советую писать от руки какие-то таблицы. Мы живем в мире современных технологий, у нас у каждого есть телефоны, и эти телефоны явно не создавали для того, чтобы мы сидели в ВКонтакте или в Ватсапе и просиживали вот это свое время. Нет, как раз давайте приручим свои телефоны и настроим их для того, чтобы они помогали нам планировать наше время. Если вбить в интернете лучшее приложение для планирования времени, то вам, возможно, даже скорее всего выпадет приложение Todoist, и я против него. Я пробовала это приложение, и на самом деле, ну, мне как-то, не знаю, не прижилось, мне оно оказалось неудобным. Кима, я надеюсь, не слышно твои цоканья. Кима снова начала цокать, поэтому сейчас она сидит на ручках, а мы едем дальше. Так вот, это приложение я не советую, особенно тем, кто не разговаривает по-английски, ну, то есть даже не понимает слова английские, потому что интерфейс весь именно на иностранных языках, это вот английский язык, русского там нету. Собственно, мы плавно подъехали к нашей теме, точнее к моему приложению, которое я хочу вам посоветовать. Итак, приложение называется House Control. Заходим в него, и вот у нас, собственно, одна единственная страничка, вот с такими подпунктами. Место хаоса, план дня, проекты и контексты. Место хаоса — это очень классная вещь, то есть когда вы получаете какое-то задание и не знаете, куда его занести, в какие разделы, какие дни, то есть, ну, это, например, отдать там кому-нибудь 100 рублей. Вот, вы нажимаете кнопочку вот эту, вместо хаоса, и пишите название, то есть, ну, может быть, да, там, отдать кому-то деньги или что-то еще такое, сходить там в магазин. Проект называется «Место хаоса». Можете время выставить, ну, все как обычно, в общем, и создаете это. Далее вы можете прийти домой, у вас за день накопилось эти дела вместо хаоса, и вы можете распределить их по проектам. Итак, проекты. Можно создать кучу папок различных, это абсолютно бесплатное приложение, и в нем есть платные дополнения, но на самом деле я в них особо не вижу смысла, то есть мне хватает вот этого. В общем, в проектах вы создаете либо папки, либо сами проекты, например. Давайте создадим проект. Создаем его «Поход в магазин». Дальше я могу положить его в какой-то из папок своих, ну, например, я не хочу его никуда класть, он будет не в папке. Контекст. Что же это такое? Есть различные контексты, вот, например, мои. То есть что я могу сделать на выходных, что с утра, что относится к фотографии или что относится к киме. То есть вы создаете какое-то задание и к нему вот типа такой вот иголочкой прикрепляете тему, то есть контекст. Вот. Теперь он в контексте на выходных. Начало, окончание мне не нужно. Собственно, готово. Теперь мы заходим в «Поход в магазин» и мы можем в этот проект вносить новые задачи. То есть, например, мне нужно купить вот там юбку. Готово. Вот. В этот же «Поход» мне нужна задача купить подарок кому-нибудь. И, собственно, в таком роде. Если вы сделали, соответственно, вот оно появляется выполнено. Вот это мне очень понравилось. Я, на самом деле, этим часто пользуюсь. И, конечно же, остается самое главное. Это, собственно, план дня. Вот он, ваш календарь. Вы можете его включить вот таким образом. Так. И здесь все то, что вы создали, находится в вашем календаре. То есть, если вы выберете какой-то свой день, то вот у меня есть уже четыре задачи на него. И также доступны те задачи, которые я не знала, куда запихнуть. Они находятся вместо хаоса или просто никакому контексту не прикреплены. И они есть каждый раз. То есть, вот тут они, вот они все внизу. А вот главные задачи на один идут. Собственно, это все, что я могу сказать об этом приложении. Вам нужно только попробовать. Тут особо нет никаких волшебных мест. То есть, всего вот эти четыре вкладочки. И, кстати, да, можно ввести в поисковике, например, вот БХ, биохимия. И вот все, что связано с биохимией. Перездача, перездача, отработка. Блин, как-то печально стало. Ребята, я надеюсь, для вас это видео стало полезным. И если вам понравилось это приложение, попробуйте его поюзайте. Пишите вниз в комментариях. И, честно, я не верю, что вас уже больше тысячи человек. Тысячи подписчиков. Я думала, у вас будет примерно 100-150. У меня просто по этому поводу нет слов. Спасибо вам большое. И пока-пока, до новых встреч. Привет, друзья. Сегодня мы поговорим о планировании времени. Нет.